Всем привет, с вами Старчейзер с Моти Мой Жиз Плей Канал и я продолжаю проходить игрушку под названием Крёстный Отец 2. Итак, в принципе, за кадром на меня, точнее на моё одно из заведений напали. Это было Ле Мэйсон Роуш. И в принципе, я его довольно быстро отбил, и там не было ничего такого интересного. Но самое интересное то, что нам теперь надо отчитаться Майклу Корлеоне за то, что на нас там напали. Ты чё, охренел? Тебе жить надоело? Слушай, парень. Ладно, ладно, ничего страшного. Надо быстро валить отсюда, а то щас копы пристанут. Вот он, сволочь. Валим. О, продавцы мигалок. А что здесь происходит? А что здесь происходит? Доблестные полицейские. Я здесь ничего не вижу необычного. Надеюсь, всё будет нормально, так же, как и с моей записью. Ведь с ней тоже всё нормально. Потому что у меня были сомнения. Ибо... Я не особо доверяю ОБС, когда я нажимаю на кнопочку «Запись». Если копы нас найдут. Но всё-таки... Надо всегда проверить. Так, нам сказали идти на секретную квартиру Майкла Корлеоне. И, в принципе, я помню, что здесь будет. Нам просто дадут штаб-квартиру новую. И всё. Фрэнк, здорово! Кстати, насчёт пушек и патронов. Было бы намного круче, если бы мы там каких-то дилеров искали. С чёрного рынка, там... И так далее, и тому подобное. И покупали себе оружие. Ну, в принципе, за кадром вы видите, что у меня немножко деньги ещё поднялись. По той причине, что я пробежался по своим заведениям. И с помощью медвежатника пооткрывал все сейфы, какие только были. Так, оружия здесь нет. Вот оружие будет в основном под стенкой тут стоять. На этой конспиративной квартире. Пока что у нас только пистолет. И магнум. Если хочешь зацепить тёлку, да и играть. И только кивай. Всё время кивай. Совет бесплатный, но действенный. Ну, в принципе, вот примерно в такой квартире... Потому я и езжу спереди. В принципе, вот в такой квартире мы и начинали свой путь в первом крёстном отце. Ладно, Майкл, что ты хочешь сказать? Почему мы встречаемся здесь? Нам что-то угрожает? Нет. Просто хотел передать тебе квартиру. Она принадлежала Луки Брази. Он работал на моего отца. Это хорошее укрытие. Мы Дон и Майкл. Мы не можем просто так исчезнуть. Нужно отомстить Кармина. Пусть заплатит за всё, что он сделал. Это может привести к войне. Но... Я с тобой согласен. Да. Ты прав. Пора отправить ему сообщение. Договорились. Я уберу одного из доверенных... О, интересный элемент сейчас начнётся геймплея. Они нападают наше заведение, и этим всё не кончится. Если я не разберусь с ними, будут новые нападения. К тому же потеря бойца ослабит семью Кармины. Надолго. Всё в твоих руках, Доминик. Ты можешь убрать врага, когда сочтёшь это необходимым. Семья подчиняется тебе. Очень интересный сейчас элемент геймплея начнётся. Завязано будет на том, что нам нужно будет убрать, кажется, здесь на стройке одного парня. Причём его надо будет убить по-особому. Как я уже об этом неоднократно говорил, наверное, в первой серии. Что по-особому это заключается в том, что там сбросить его, убить, задушить его, или ещё как-то в таком духе. Я забыл завести время, ну ладно. Я не хочу просто серии растягивать. Не надо действовать, Фрэнк. Пора убрать одного из бойцов Кармины. Отлично. Давай уберём всех. Всех, пока у нас есть силы. Для начала нам нужны сведения. Мы убьём всех, Фрэнк. По одному. Но сперва нам нужна достоверная информация. Верно. Сначала надо собрать информацию. Где объект живёт, где бывает. Поговорить с правильными людьми. Может быть, оказать им какие-то услуги. Ну, в принципе, да. Лишь одного, Фрэнк. Но только навсегда. Пошли сообщения. Для этого надо его убить так, чтобы все обратили на это внимание. Обдумывай информацию. Задуши его. Или всади пулю между глаз. Ясно? Надо запугать эту семью, да и котой. Иначе их не ослабить. Ну, это, в принципе, то, о чём я говорил. Чтобы добраться до Дона, достань его бригадиров. Найти их непросто. Сначала нужно пройтись по улицам. Начни спрашивать людей. Если кто-то что-то знает, предложи ему услугу. Проверь генеалогическое древо, чтобы увидеть, что за данные ты получил. Эти данные подскажут тебе, где эти люди и как их лучше убрать. Важный пункт. Условия убийства. Мало просто убить парня. Нужно сделать это посланием семье. Человека нужно убить особым образом. Если промахнёшься, его нельзя будет достать какое-то время. Но он вернётся. Не промахнись на этот раз. И он в прошлом. Убрать бригадира хорошее дело. Помни, что как и в твоей семье, этих ребят могут послать на пастель и защитить бизнес. Убирай их, и жизнь твоя станет много легче. Ясно. В принципе, сейчас Майкл опять же всё объяснил. Мне даже ничего говорить толком не надо. Здесь всё очень понятно. Нам нужно помочь человеку. Он нам говорит о... Одного из членов семьи. Враждебной нам. И мы узнаем, где он обитает, этот член семьи. Как его убить. Ну и в принципе мы идём и выполняем это условие. У вас озабоченный вид. Я могу вам помочь? Помощь? Ещё как. Есть настроение кое-кому врезать? Угу. Да. Я могу. В чём проблема? Я одолжил Шурину штуку баксов. А через месяц он заявляет, что ничего не помнит об этом. Мне уже плевать на деньги. Но хорошо бы ему пришло больничных щитов на штуку. Намёк понятен? Понятен. Избить чувака. Да. Так. Обмен на убийство. Избиение. Нью-Йорк. Вот тут у нас какие-то типа задания будут. Избейте жертву до полусмерти. Угу. Секундочку. Где она? А где жертва? А. Всё. Вижу. Она на карте отображается. Это хорошо. Поехали, парни. На новой машинке. Главное, чтобы парни мне не мешали. Ибо, как я помню, когда мы будем убивать уже члена семьи, наши ребята могут пристрелить его, ну, не таким образом, каким нам нужно. То бишь... То бишь, вы слышали, что говорил Майкл. Нам нужно убить особым образом человека, и тогда будет считаться, что мы его как бы убрали. Так, где этот негодяй? Сейчас я тебе улыбнусь. Всё? Это всё? Два раза ударить чувака, и это называется избиение? Давай, 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 садись. Почему не могу сесть в машину? Ладно. У нас ещё есть машина. Ничего ты не видел. Мне нужна машина. А, подожди. Это другой чувак. Удавить его надо. Ну ладно, поехали давить его. Мы убрали большую шишку из семьи Розата. Начнётся война. Это нормально. Так и должна быть. Надо иногда устраивать чистку. Чистку? Так, пошли душить пацана. Я даже помню, где это, да как это. В принципе, можно посмотреть на обзоре Дона. Информацию о вражеской нам семье. Вон, условия убийства. Где он отдыхает. Его описание и так далее. Так же здесь и с остальными ребятами. Но Дона можно убить только взорвав дом. Так что... Сначала бойцов надо убрать. Так, надо его задушить, да? Хорошо. Дона будет шикарно смотреться. Привет, парень. Фрэнклин Кредди. Не хочешь со мной пообщаться? Более тесным образом. А? А я хочу. Пока, парень. Вот так вот просто. Фрэнклин Кредди. Боец Кармина Розата был уничтожен. Уничтожен. Легко. Через коктейль Молотова был. Нифига себе. Ага. Вот тут еще один парень стоит, который хочет нам сказать. Что за вид? Какие-то проблемы? У меня как раз есть дельца. Саботаж. Разнести одно заведение. В щепки разнести. Как ты смотришь на это? Смотря какое заведение. Если мое заведение, то иди нахрен. Если заведение Кармина Розата, то я всегда за. Так, женщина. У вас тоже озабоченный вид. Надо и вам помочь, наверное. Если вам что-то нужно, я слушаю. Да. Некий бизнес вышел из моего благоволения. Нужно, чтобы им выразили мое неудовольствие. Сделаешь это? А что надо делать? Что нужно сделать? Эта женщина украла мои идеи и теперь выживает меня из бизнеса. Я верю в конкуренцию, но есть пределы. Мне тоже жить надо. Разгромите ее магазин. Тогда мы хоть сможем вздохнуть спокойно. Хорошо. Если даже и разгромить, то в принципе это мое заведение. Как я вижу, да? Да, да, да. Ладно, ничего страшного, думаю, не будет. Надо еще два заведения наркоты захватить. Так. Ну, сначала выполним вот это условие убийства и узнаем побольше. Еще об одном боится Кармина Розатта. Так, парни, садитесь. Связавшись с нами. Отличная работа. Да, именно с нами, парни. Мы же все одна семья. Так, опять сюда. Но я не против. Мне это место, в принципе, нравится. Жалко его разносить. Так, телефон подождет. У нас тут условия, которые надо выполнять. Здесь можно и держат подзаработать, как вы видите. Вот тут такие ребята есть, которые предлагают выполнить что-то в обмен на деньги. Так, а что тут разносить? Тут нечего разносить. Дополнительно. Возьмите с собой людей и разнесите все в щепки. Ясно. Пошлите разносить. Правда, не знаешь, что. Тут вроде как нечего разносить. Абсолютно нечего. Ладно. А, там, наверное, еще стекла можно. Точно. Подождите. Ну. Вроде так уже поразносили достаточно. А, все, все. Парень, ты тут охренел? Пока у тебя был шаг. Так, секундочку. Ага, вот еще один. Парень. Сбить его машиной надо. Ну что ж, возьмемся, наверное, за парней Кармина Розата. Кровь будет на тебе. Кровь будет на тебе. Все эти убийства. Вон он уже на карте у нас отображается. Сбить машиной? Да без проблем. Машинка наша справится. Я считаю, что я не пойму, правда, по идее, первого мне всегда, когда играл неоднократно. Мне первого ставили парня на стройке, которого надо с пистолета застрелить. Ну, ладно. В принципе. Я так тоже не против. Надо объехать полицию, правда. Чтобы они нас не трогали. И сбить тут парня машиной. Кстати, где он? Парни, можно с вами договориться? Или взяли машину, бросили? Ну, ладно. Я бы с вами договорился, чтобы вы меня пока не трогали. Ладно. Поехали давить парня. Все, готов. Как-то очень быстро эти бойцы Кармина Розата сливаются. Слабаки какие-то, честное слово. Сбить машиной. Снайпер? Сек. Понятно. Ёп! Вашу налево! Парень! Охренеть, как меня вынесли. Болезно иметь у себя в команде медика. То вот так вот взяли, прям в табло мне зарядили. Где еще враги? Отдыхай. Возьмем другую машину, ибо ту нашу немножко покалечили. Так, валим отсюда. Надо бы, наверное... Куда сгонять? В принципе, сейчас нам ничего таким особым заниматься не надо. Ничем таким особым. Только захватить два заведения. Ну и поговорить по телефону. В принципе, можно и дальше поубирать людей Кармина Розата. Но я, наверное, пока что сгоняю и захвачу вот это вот заведение. Самое жесткое, скажем так. И так же мне надо будет, наверное, за записью побегать. Поискать апгрейды оружия, которые здесь есть. И мне в комментариях один человек написал спасибо. Но я и так знал, что в доме Корлеоны. Вот здесь. А если быть более точным? Здесь можно как-то так глянуть? Ну если быть точным, то вот прям при выезде там есть... Вот, скажи, здесь. Здесь, скажем так, зеленое насаждение, которое можно с помощью поджигателя сжечь. И там будет улучшение дробовика второго уровня. Я об этом, если честно, давно знаю. И я почти все улучшения собирал в этой игре. На оружие у меня были... У меня кроме автомата, кажется, и кроме снайперской винтовки были все улучшения третьего уровня. Парни! Ты заправляешь в городе? Да ты даже майку в трусы не заправ... Майку в трусы не заправлю, да? Ты уверен? Ты уверен? Кто там? Парень, пока! Не мешай! Это бизнес, ничего личного. Откуда вы все беретесь, честное слово? Ты отсюда с контейнера вылез. Он еще один. Блин, взяли и ниоткуда повылазили, честное слово. Так. Парни. Готово. 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 Надо быстренько захватывать. Да откуда вы беретесь, а? Да что такое? Почему попасть не могу? Так, а вот, кстати, угроза оружием. О, давай. Парень, плати. Отойди. Отойди. Все, давай-ка иди сюда, парень, плати мне. Меня тут сейчас пытаются по телефону дозвониться. Как обычно, очень вовремя. Поэтому, на этом, думаю, все с данной серией. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Блин, мне даже тут пытаются дозвониться. Да что такое?